привет народ вот в преддвериях нового года погодка нас немножко порадовал такой легкий снежок легкий морозец где-то около минус 3 горы аккуратненько так уложила снег в общем красиво было решено пойти проводить следующие тесты именно вот природные условия как я и обещал проведу тест горелки ноунеймовской за 7 баксов так у нее прижилось название горелка за 7 баксов ну и есть еще у меня каталитическая горелка которую тоже давно хотел испытать провести именно испытания на практике почему потому что я ее испытывал уже ходил с ней грелся в принципе отлично себя показала но вот замеров никаких не было поэтому вот следующие два видео об этом и будут но каталитической горелки немножко позже а сейчас мы рассмотрим именно горелку за 7 баксов вперед ну вот в принципе мы пришли на место я обнаружил такой небольшой копчик принципе я не узнал но забыл скорее всего поэтому исходя из условий теста мы будем готовить приблизительно полевых условиях так что спускаемся вниз его копчики мы это за все проделаем ну вот в принципе более-менее чистый вид за исключением бутылочки уберем ее потом вот ну вот здесь наверно мы проведем наш тест располагаемся ну сначала представлю вам двух участников это уже известная по моим видео горелочка кавея где-то было про нее виделась и вспомнить это здесь выложу ссылочку и горелочка за 7 долларов ноунейм китай полнейший тоже все видели мои распаковочки а сегодня мы будем сравнивать ее с трех киловаттной горелкой кавея то есть в принципе именитый бренд хоть и корейский вот испытывать мы их будем на двух абсолютно одинаковых баллонах хотя внешний вид у них разный но заправлен туда один и тот же газ пропан пропан бутан вот принципе который я уже заправляю не один год для туризм в туристические баллоны объем одинаковый по весу они тоже практически одинаково заправлены на две трети где-то температура на градусники попробую показать 1 и 4 градуса надеюсь видно 1 и 3 но постепенно падает температура чуть дальше скажу насколько она упадет полностью только положил градусник и кипятить мы будем в моем походном котелке и практически такой же кастрюле из которой в принципе был сделан мой походный котелок и так что они идентичны оба алюминиевые одинакового объема ну что ж приступаем устанавливаем она немножко ниже здесь в самом окопе чтобы не было вопроса по поводу задувания хотя ветра я бы сказал что его нету так что устанавливаем внизу и делаем старт а и 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 так, все готово к старту На секундочку еще остановимся В принципе много обзоров было по этой горелке Вот так вот она выглядит Откидывающаяся Для увеличения площади Установки ножки В принципе можно маленькую кружечку Сюда поставить, вскипятить утренний кофе Или же побольше Раскинуть их и поставить сюда Кастрюлю или сковородку Имеется пьезоподжиг У кавеевской Горелочки пьезоподжига Нету, широко раскинутые Ножки, но уверенная Такая мощная конструкция 3 кВт заявленная Посмотрим, насколько Ноунэм и именитый бренд Отличаются друг от друга Так, ну я сначала Наверное подожгу Горелочки, чтобы Сразу даже зажглась Так, ну и будем использовать Секундомер Для замера Устанавливаем И делаем старт На полную мощность И здесь на полную мощность Ого, я даже боюсь Как бы мы не взлетели Ноунэм и именитый бренд Продолжение следует... Итак, у нас есть явный лидер. Просто паровоз. Время 5 минут было, когда она закипела. Ну и вот Ковеевская близится к закипанию. Но еще пару-тройку ей чего-нибудь надо. Так, ну вот есть и Ковеевская. 5,56 было, когда она закипела. Итак, явный победитель китайский оранжевый ноунейм за 7 баксов. Опережение 3-х киловаттной Ковеи на 1 минуту. Ну это, в принципе, показатель. Причем, ну как мы видели, у него остро заточенный факел был. У Ковеи он больше расходится во все стороны. А у него остро заточенный. Ну, в принципе, сейчас, наверное, попробую вам еще показать разницу в самих факелах. Но, наверное, именно за счет этого и происходит опережение в закипании. Но, однозначно могу сказать, 7 баксов побеждают. Хотя, верой и правдой Ковея мне прослужила уже, наверное, лет 8 точно. Тоже ничего не могу сказать. Так что, и то хорошо, и это. Ну, явное опережение и ценовая политика впереди у 7 баксовой ноунейм. Так что, сворачиваем этот тест и начинаем следующий. А с вами мы прощаемся. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok